Здравствуйте, уважаемые члены Президиума, коллеги и слушатели. Меня зовут Силкина Анна Александровна, я клинический ординатор второго года обучения кафедры акушерства гинекологии педиатрического факультета. Я рада представить вам свою работу, особенности течения и схода преждевременных родов с длительным безводным промежутком. Преждевременные роды являются актуальной проблемой здравоохранения современности. Так как их частота не снижается по данным российской статистики, именно на них приходится наибольший процент младенческой смертности и заболеваемости. Большинство авторов отмечают одним из основных аспектов, предрасполагающих преждевременным родом именно ПРПО – преждевременный разрыв плодных оболочек. Цель нашей работы – изучить влияние длительности безводного промежутка на исходы преждевременных родов и перинатальной заболеваемости. Предмет, объекты, поставленные задачи представлены на слайде. Исследование проводилось на базе перинатального центра Саратовской городской клинической больницы номер 8. Всего с января по декабрь 2019 года было изучено 54 истории родов, которые включались в исследование по следующим критериям. Самопроизвольная одноплодная беременность, сроки эстации с 22 до 37 недели беременности, нодородовое излитие околоплодных вод, длительность безводного промежутка – более 12 часов. Критерии, которые изучались в ходе исследования, представлены на слайде. Все данные заносились в специально разработанный протокол. Итак, преждевременные роды – это роды, наступившие в срок с 22 до 37 недели беременности. При этом установление срока беременности базируется на основании первого дня последней менструации, это при регулярном менструальном цикле, и данных УЗИ выполнено в первом триместре, в идеале скрининги первого триместра. Преждевременный разрыв плодных оболочек, или ПРПО – это нарушение целостности оболочек плода и излитие околоплодных вод до момента начала родовой деятельности. Факторы риска ПРПО – материнские маточно-плацентарные факторы, вы можете видеть на слайде. Существует два вида акушерской тактики при ПРПО. ПРПО – ожидательная, она наиболее рациональна при сроке беременности до 34 недели. И активная, чаще применяется при сроке беременности более 34 недели, когда пролонгирование беременности является уже нецелесообразным. Все исследуемые были разделены на 4 группы в соответствии с классификацией преждевременных родов по срокам беременности. Данная классификация представлена на слайде. Итак, результаты нашего исследования. По возрастной структуре. Наибольший процент женщин с преждевременными родами приходится на возрастную группу 25-30 лет – 33% и 31-35 лет – 31%. Срок гистрации на момент родоразрешения в 55% случаев составлял 34-37 недель. Свет срок гистрации на момент родоразрешения и возраста женщин. С увеличением возраста женщин риск преждевременных родов на более ранних сроках значительно увеличивается. Если в первой возрастной группе до 25 лет 100% случаев приходится на 34-37 недель беременности, то в возрастной группе более 40 лет 50% – это преждевременные роды на сроке 32-33-6 недель, 50% – это преждевременные роды на сроке 28-31-6 недель. Особенности акушерского анамнеза. Исходя из нашего исследования, мы можем сделать вывод, что наибольшое число женщин с преждевременными родами имели одну и более беременность в своем анамнезе и являлись повторно родящими. Мы исследовали факторы риска преждевременных родов в группах. И можем сделать вывод, что наиболее распространенными факторами риска во всех группах является осягощенный гинекологический анамнез, представлен голубым цветом на гистограмме, и аборты в анамнезе, представленные зеленым цветом на гистограмме. Изучив течение беременности, мы можем сделать вывод, что наиболее часто беременность протекала на фоне рецидивирующей угрозы прерывания беременности, представленной зеленым цветом на гистограмме, и на фоне фетоплацентарной недостаточности, представленной голубым цветом на гистограмме. На данном слайде отражена визуализация ультразвукового исследования у женщин с ПРПО. Она была доставлена к нам в перинатальный центр на сроки 25,3 недели с жалобами на отхождение около плодных вод. Была госпитализирована в отделении патологии беременных. Была выбрана вожидательная тактика в соответствии с протоколами и рекомендовано проведение ежедневного УЗИ с измерением индексом амниотической жидкости. На данном слайде представлен УЗИ с индексом амниотической жидкости 64. Беременность была пролонирована, и женщина родила самостоятельно на сроке 33,5 недели. По способам рода разрешения, наиболее преобладающим является консервативный способ во всех группах. В 10% случаев проводилась индукция родов. Минтифи при стоне. По длительности безводного промежутка. Во всех группах, кроме четвертой, преобладает длительность безводного промежутка более 36 часов. В четвертой же группе преобладает длительность безводного промежутка 12-24 часа. Это отражается на перинатальной заболеваемости. Процент утреутробных пневмоний в первой и второй группе значительно выше, чем в третьей и четвертой группе, что отражено на гистограмме. По результатам гистологического исследования плацента, наиболее распространенными изменениями являются гнойно-воспалительные изменения плацента восходящего характера. Хирургические вмешательства, такие как метки уритаж и вакуум-аспирация, содержимое в полости матки, наиболее часто встречались в группе до 27 недель. Необходимость дополнительной санации половых путей противомикробными препаратами наиболее часто встречалась в группе 28-31,6 недель. По данным истории родов, в 100% случаев проводилась профилактика гнойно-септических инфекций, в 100% случаев при сроке до 34 недель проводилась подготовка сурфактантной системы и профилактика респираторного дистресс-синдрома новорожденных. Итак, мы можем сделать следующие выводы. Преждевременное излитие околоплодных вод, приводящих к развитию преждевременных родов, нередко не только нарушает нормальное течение родов, но и провоцирует развитие ряда осложнений, увеличивая перинатальную заболеваемость. На неонатальную заболеваемость при преждевременных родах оказывает значительное влияние срок родорешения. На ранних сроках увеличивается риск респираторного дистресс-синдрома плода в частоте перинатальных осложнений. Продолжительность безводного промежутка. Чем больше безводный промежуток, тем выше риск инфекционных осложнений у плода, таких как на внутривотробной пневмонии. Срок гистации. ПРП на более поздних сроках гистации менее значительно сказывается на сроке и исходе родов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова